Здравствуйте, я Красный Доктор, а наш общероссийский профсоюз работников здравоохранения и действия продолжает борьбу за славный коллектив зуботехнической лаборатории в городе Всеволожск. И у нас есть хорошие новости, коллектив не уволили, и это победа нашего профсоюза. Но теперь администрация больницы создает невыносимые условия для того, чтобы сотрудники сами написали заявление на увольнение. Сегодня 19-е число, обещали уволить 11-м числом, не увольняют, без объяснения причин, и на работу заставляют ходить. Начались репрессии, электроэнергию заключили, оборудование все забрали, работать не дают, не обеспечивают. Нас замучили проверки, теперь уход, приход, отлучаться нельзя, и работать тоже нам не дают. Даже в туалет не выйдешь, без записки. В туалет обязательно нужно теперь писать заявление, что ты отсутствуешь 15 минут, иначе выше будут без компенсации. Нам прямо было сегодня сказано. Вот сегодня был налет очередной. Просим обратить внимание на юриста Долгополову. Ведет себя некорректно, приходит, кричит, хамит, пытается поймать на каких-то зелочах своих домыслов по поводу нашей работы. Пустая лаборатория, все у нас отобрали, оборудование, материалы. Сдали полотенца, халаты, гуляет ветер. Отключили электричество нам, убрали все моторы, ничего не работает. Такая ситуация. Вот такие невыносимые условия созданы для работников зуботехнической лаборатории. Они ничего не слышат, кроме хамства, особенно от начальника юридической службы, от начальника отдела кадров. Активисты профсоюза действия сходили на встречу с представителями администрации, задали все те же вопросы, на которые не получили никаких конкретных ответов. Также по-хамски ведут себя представители администрации и на просторах интернета. Вот под одним из роликов Наталья Зельдина из оргметодотдела, которая отвечает за мониторирование интернета в больнице, написала такой комментарий. Ну вот то, что красный доктор притягивает к своему разбирательству Надежду Анатольевну, которая ну никоим образом к этому не причастна, доказывает. Дальше прочитаете сами. Но профсоюз действия оперирует только фактами. А факты следующие. Первое, Надежда Анатольевна является женой чиновника из комитета здравоохранения области. Второе, она сидит в отдельном кабинете. Третье, никто не знает из сотрудников больницы, чем она занимается. Четвертое, что ее муж, чиновник из комитета здравоохранения, сделал заключение, что администрация больницы все делает правильно. И на этом основании профсоюз действий делает предположение, что очень сомнительна объективность вот этого заключения, которое дал этот чиновник. Также мы предъявили факт о том, что брак, в котором обвиняют сотрудников лаборатории, сделали родственники администрации, либо их друзья. В этом ролике мы покажем непосредственно, что у нас есть документы с фамилиями больных, с номерами историй. Вы сейчас это все видите на экранах. И третий момент. Мы просили финансовую отчетность за несколько лет по зуботехнической лаборатории, для того, чтобы доказать, что зуботехническая лаборатория не является убыточным подразделением. До сих пор профсоюз действия не получил финансовой отчетности по подразделению зуботехнической лаборатории. Поэтому приходится разбираться самим, убыточна она или не убыточна. Итак, сотрудники лаборатории предъявляют документы, что каждый год они зарабатывают порядка 18 миллионов для Всеволожской больницы. И администрация утверждает, что при этом они должны 3 с лишним миллиона. Так ли это, не так, давайте разберемся вместе. Итак, фонд оплаты труда. По тем квиткам, которые предъявили сотрудники, они зарабатывают от 15 до 24 тысяч рублей в месяц. Ну, для простоты возьмем 25 тысяч рублей. Возьмем отчисление фонда, это 30%. Получится, что в месяц фонд заработной платы на человека надо отложить 32 с половиной тысячи рублей. Умножим это на 12 месяцев. Умножим на 9 членов коллектива. И получим, что фонд заработной платы равен 3 миллионам 510 тысячам рублей. А затем мы возьмем такой показатель, как коммуналка. Потому что здание принадлежит больнице, аренду платить не надо. Коммуналка взяли по максимуму примерно 15 тысяч рублей. На 12 месяцев получилось 180 тысяч рублей. Третье, это то, что оборудование стоило порядка 3 миллионов 400 тысяч. Естественно, надо откладывать деньги на амортизацию этого оборудования. Оно рассчитано примерно на 7 лет. Возьмем, что со всеми нюансами, со всеми инфляциями откладываем по 500 тысяч. Следующее, что мы просили предъявить, это то, сколько средств уходит на материалы. Естественно, нам это не предоставили. Пришлось рыться в интернете. И вот мы нашли, сколько осуществляет закупок. На какие суммы проводят аукционы непосредственно в Севоложская больница по зуботехнической лаборатории. Итак, 11.02.19 года 331 тысяча. Затем закупки и аукционы проводились на суммы 265, 276, 385 и 29. Итого получилось 1 миллион 286 тысяч. Это что касается материалов. Сложив эти нехитрые цифры, фонд оплаты труда, амортизация, коммуналка и материалы, получаем 5,5 миллионов. Отнимаем от 18 миллионов 5,5, остается 12,5 миллионов. Объяснить, где они, мы сейчас не можем. И откуда взялась эта цифра 3 с лишним миллиона долга этой лаборатории, при 12,5 миллионов, ушедших в неизвестном направлении, мы на данный момент не можем. Отправляют в другую лабораторию. В другой лаборатории теперь цена раньше была одного протеза съемного 12 тысяч, в среднее. Теперь будет 24 тысячи. Это все ляжет на плечи пациентов. Протеза, починка протеза, допустим, перелом, если стоила раньше в среднем полторы тысячи, и в этот же день был произведен ремонт, то теперь, значит, будут забирать протез, отправлять в Санкт-Петербург, там ремонтировать, возвращать. Ремонт протеза теперь будет стоить 3,5 тысячи по новому прескуранту, и ремонтироваться будет около 4 суток. Итак, из собранных данных, профсоюз действия предполагает, что работает следующая схема. Итак, во Всеволожской больнице есть зуботехническая лаборатория, которая приносит 12,5 миллионов прибыли. Обслуживается население по доступным ценам. Единственным ценносдерживающим фактором является это администрация города, потому что приз курант на все платные услуги в больнице, так как это бюджетная организация, должны утверждать непосредственно в регионе. И вот администрация больницы придумывает вот такую ахинею, что лаборатория убыточная, что там работают одни безрукие, там идет один брак, поэтому эту лабораторию надо закрыть. Они ее закрывают, активы выводят, соответственно, даже из региона. То есть, надо понимать, что Ленинградская область и Санкт-Петербург – это два различных региона. Соответственно, там не надо ни перед кем отчитываться. Цены взлетают сразу в два раза. То есть, если лаборатория во Всевышске зарабатывала 18 миллионов, то увеличив цены в два раза, то получается плюс еще 18 миллионов, которые взялись из воздуха, так называемая спекуляция. И вот 12 плюс 18, получается 30 миллионов прибыли. При этом не надо никакой вести отчетности, как в больнице, как вы распределили эти 12,5 миллионов прибыли. А здесь есть 30 миллионов, и никому ничего не надо объяснять. Очень приятная схема. То есть, в принципе, эта схема работает на всей территории Российской Федерации, потому что в 2000-х годах нам рассказывали такую сказку, что мы вам даем больницам зарабатывать деньги. Зарабатывайте. Эти деньги пойдут в том числе на зарплату. Ну вот видите, как бы деньги идут на зарплату, только неизвестно кому. И, ну и сейчас главные врачи многих больниц просто выводят эти активы из больниц, которыми они командуют. Ну и, соответственно, это все достается частному сектору. И главным врачам, которые ворочают в этом частном секторе. Для полноты понимания происходящего, давайте послушаем пациентов зуботехнической лаборатории. Здравствуйте. Я житель Севаста. Проживаю здесь с 71-го года. В настоящее время нахожусь на пенсии. Пенсия 14 тысяч. Постоянно обращался здесь в зубопротезные кабинеты. Цены были доступны. Пенсия у меня 14 тысяч. А сейчас сказали, что железные зубы не ставят, а ставят какие-то дорогостоящие. Куда нам обращаться и как? Неужели писать от самого правительства или ехать самим туда в правительство, занимать очередь и сидеть там, чтобы приняли какие-то меры? Куда нам сейчас деваться бедным пенсионерам? Добрый день. Уважаемый губернатор Дрозденко. Вот я пенсионерка, фамилия моя Журавдова. Живу я в Бернгардовке, район Севаста. По своему возрасту я неоднократно обращалась по поводу протезирования своих зубов. И вот когда я пришла в очередной раз сейчас, то оказалось, что мне вообще отказали в приеме и в моей просьбе. Почему? Потому что все доступные для пенсионеров работы теперь закрываются. И закрывается вообще лаборатория даже, где это все производилось. И остались только самые дорогие работы. Там какая-то керамика, там еще что-то очень дорогостоящие, где без 100 тысяч вообще появляться, двери открывать нельзя. Это что вообще такое? Это что для пенсионеров происходит? Мы всю жизнь проработали. Мы всегда, я ходила сюда, все работы могла подкопить свои деньги и выполнить, и хотя бы иметь приличный вид и жить нормальной жизнью. А теперь что я должна делать? Я ведь не одна здесь. Вы посчитайте, сколько пенсионеров живет в городе Всеволожске и в районах Всеволожска. И что? Вы отрезали целый, целый класс населения заслуженного, который все вот это фактически создали, а вы сидите ничего не... И тут на нас выходят типа осведомленные люди, которые сообщают, что ничего у нас у профсоюзников не получится, потому что в этом заинтересован непосредственно губернатор Ленинградской области, а точнее его жена Дрозденко Ирина Григорьевна. Что она курирует? Фонд благотворительный, место под солнцем, и вот все делается ради нее. Ну да, мы знаем, что непосредственно жена губернатора Ирина Григорьевна Дрозденко курирует благотворительный фонд. Филиал его находится в 400 метрах от больницы на улице летчика Шишканя, героя Советского Союза. У них там шикарное помещение. Мы также допускаем, что Ирина Григорьевна в курсе, что собираются открытие реабилитационный центр в городе Всеволожске для детей, страдающих ДЦП, но при этом мы сомневаемся, что она в курсе, какой ценой это будет достигнуто. Ирина Григорьевна, мы тут центр открываем реабилитационный для детей ДЦП, но при этом придется не вставлять, отдрать зубы всем пенсионерам в Силушково району. Так что ли получается? Подведем итоги. Исходя из вышеозвученного, профсоюз действия требует следующее. Первое. Возобновить работу лаборатории в прежнем режиме. Второе. Увеличить зарплату зуботехникам в три раза. Третье. Уменьшить цену на зубопротезирование для пенсионеров в два раза. Четвертое. Для сотрудников больницы, а также для ветеранов больницы, находящихся на пенсии, зубопротезирование бесплатно. Как обычно и как положено, закрепить это все в коллективном договоре больницы. Также в дополнительных соглашениях к трудовым договорам каждого сотрудника данного подразделения. Жизнь продолжается. Борьба за право трудиться продолжается. Ну и будьте здоровы. А пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok